Всем доброго времени суток! Сегодня я снимаю свой очередной отчет по совместному проекту с Танюшей, организованной Танюшей Косовой, Хаед. Давно не снимала, продвижения у меня не сильно значительные, у меня тут произошли перемены, мы переезжали в свою новую квартиру, сейчас нахожусь в комнате сына, потому что тут самое лучшее освещение, вот, поэтому, ну, сколько есть, только и покажу, потому что я и 1 октября не снимала, не показывала, вот, то есть планировала я закончить третий лист, я его так и не закончила, второй вроде закончила, третий нет, поэтому на данный момент у меня вышито не так уж и много. Ну, не буду сильно томить, ничего у меня в организации не поменялось, вот они все мои припаркованные иголочки, дочь у меня их тут втыкала посильнее. Вот моя схема, как всегда, одиночек много, сложненько, сложновато, но, что же у меня сейчас на самой работе. А вот столько у меня вышито. То есть, вот он мой солдатик, ай, сейчас я глупо сниму, а то она подтягивает. Вот он мой солдатик, чемоданчик, и здесь идет, так вот, здесь прошла у меня вторая полка, и на второй полке находятся вот эти вот, тибетские ламы. Это их одеяние оранжевое. Угу, как бы, чтобы свет-то падал, вот сюда подальше, чтобы подвинуть. Извините. Ну, вот здесь, я так понимаю, вот, извините, что пальцем, даже по-другой ничего нет, что-то как-то я неподготовленная, просто пока выдала свободная минутка, пока сына нет в комнате, у него самое лучшее освещение, иначе я вообще не сниму. Вот. Ну, в принципе, есть, очертания, мне кажется, достаточно видны. И, то есть, это его одежда, это его складки, это его руки, и вот здесь вот пошла какая-то труба, она там дует, это вот голова. Ну, и это, в принципе, все. То есть, не так уж и много. Но это чисто в связи с переездом. Совершенно некогда вышивать. У меня другие мои процессы вообще затормозились. Я там пробовала вышивать царя зверей, у меня вообще не получается. Два-три крестика в день, и все, то одно, то другое, то третье. Вот. Ну, вот. Вот так на сегодняшний день выглядит мой процесс. Все, что отшито. Я постараюсь встать, если не будет только тень кладать от меня. Солдатик, чемоданчик, сундук, дерево. Ну, цветопередача, конечно, не совсем та, которая на самом деле. Все почему-то очень даже краснее смотрится. Но снимаю вечером с искусственным освещением, поэтому по-другому как-то никак. Еще тень от меня падает вроде бы. Ой, как не пыталась. Попробую показать крестики поближе. Извините, сейчас будет за звук камеры. Так, что-то понадобилось моему младшему ребенку. Варя, я не могу сейчас. Она у меня дома болеет. Приболели мы еще. Вот добавок еще ребенок болеет, ангина. Ну, вот мои крестики поближе. Вот так все это выглядит на данный момент. Что, доченька, я тут пить сейчас дам. Ну, вот и все мои продвижения по хаедам. Не могла я их просто уже не показать, потому что достаточно много времени прошло, чтобы вы меня не потеряли. Я здесь, я с вами. Доча, ты в ручки убрала? Видите, какой у меня мелкий каунт, что даже рука ребенка выглядит огромной по сравнению с этими крестиками. Доча, не надо ниточки трогать, иголочки тем более. Так что не теряйте. Я с вами его вышиваю. Я его не забросила, ни в коем случае не отложила. Иногда, очень, правда, редко, но... Сажусь, беру иголочку, делаю хотя бы несколько крестиков. Очень по ней скучаю по этой работе. Так бы сидела целый день и вышивала. Вот сейчас на больничном, и думала, будет время свободное. Нет, у ребенка ангина с температурой. Она капризничает, она требует к себе огромного внимания. Приходится постоянно быть с ней. Ну, на этом со всеми прощаюсь. Всем до новых встреч!